Эта небольшая улица находится в Нахимовском районе Севастополя, неподалеку от железнодорожного и автовокзалов. Она появилась еще в XIX веке и тогда называлась Огородная. А в 1961 году ей присвоили имя героя Михаила Федоровича Харченко. Севастополя Федоровича Харченко рассказами об участниках первой обороны, еще юным ушел работать на Севморзавод. В 1918 году в составе боевого отряда морзаводцев отправился на войну. В годы Гражданской войны Михаил Харченко был пулеметчиком под командованием Алексея Васильевича Макроусова. Об этом периоде его жизни известно немного. Лично встречался с Михаилом Фрунзе, а Василий Брюхер подарил ему карманные часы фирмы Павел Буре. Но главным свидетельством мужества и отваги от тех лет стал орден Красное Знамя. Орденом Красного Знамени Михаил Федорович был награжден за отличие в бою 27 сентября 1920 года под городом Проскуровом. После окончания гражданской войны Харченко вернулся в город и принял активное участие в восстановлении родного завода. С 1929 года стал ходить судовым механиком на судах торгового флота. С фотографий тех лет на нас смотрит молодой красивый статный мужчина в белой форме с орденом Красного Знамени на груди. Это 1931 год. Это были мирные годы, когда страна развивалась и крепла. Когда в Белокаменном Севастополе на Приморском бульваре играл оркестр, танцевали пары. И не раз среди отдыхающих можно было встретить и супружескую чету Харченко Михаила и Анну. Наступил 1941 год. Грянула война. На Севморзаводе помимо ремонта кораблей начали оборудовать бронепоезда. В ноябре с завода вышли первые два поезда – «Севастополец» и «Орджоникидзовец», а последним – знаменитый «Железняков». Именно им с декабря 1941 командовал инженер-капитан-лейтенант Михаил Харченко. Во время второго штурма города команда бронепоезда поддерживала огнем части Приморской армии в районе Микензиевых гор. После стремительных ударов по врагу из всех орудий он быстро уходил в укрытие, выемки в скалах и тоннели. До того, как немцы успевали нанести ответный удар. За это вражеские солдаты прозвали бронепоезд «зеленым призраком». Ну а сколько благодарностей, сколько теплых слов услышали «железняковцы» от командиров и бойцов Приморской армии за хороший огонек, как они говорили тогда. В конце обороны Севастополя в июне 1942 года бронепоезд «железняков» оставался единственной мощной артиллерией на северной стороне. Огонь велся настолько интенсивно, что плавилась краска на стволах орудий. 26 июня бронепоезд укрылся в месте своего базирования в Троицком тоннеле. Полсотни самолетов противника скидывали бомбы на тоннель, и вход в него был завален. Но оставался второй вход, и «железняковцы» продолжали сражаться. 27 июня противник засыпает и второй выход из тоннеля. Бронепоезд оказывается в ловушке. Но команда бронепоезда продолжает сражаться, как мы знаем из воспоминаний, еще до 3 июля 1942 года. После о судьбе командира бронепоезда Михаила Федоровича Харщенко ничего не было известно. В 2009 году во время строительных работ на 35-й береговой батарее, недалеко от входа в казематы, был найден орден Красного Знамени под номером 10040. Благодаря сотрудникам Государственного российского архива удалось установить имя владельца ордена. Им оказался Михаил Федорович Харченко. Сегодня мы знаем, что командир смог с отрядом «железняковцев» прорваться в район 35-й батареи. И здесь, в боях, вблизи от казематов, и погиб 3 июля 1942 года. Но со своим орденом, который он получил во время гражданской войны, он так и не расстался до конца. И сегодня этот орден помог нам восстановить судьбу героя. В конце 60-х годов в районе автовокзала на вечную стоянку поставили паровоз из состава бронепоезда «Железняков». На тендере воспроизвели подлинную надпись «Смерть фашизму». А на улице имени Михаила Федоровича Харченко на доме номер 2 была установлена памятная доска в честь командира легендарного бронепоезда. В 2017-м кто-то замазал табличку белой краской. Однако местные жители и родственники Михаила Харченко добились, чтобы доску восстановили. Потому что память нельзя спрятать. Севастопольцы своих героев не забывают.